Беговые лыжи – один из самых популярных зимних видов спорта. Так, лыжную трассу на острове Русском в новогодние каникулы посетили десятки тысяч человек. Это место стало популярным не только у горожан, но и у жителей всего Приморья. За первых три дня у нас только через прокат прошло более трех с половиной тысяч людей. Ну и помимо этого очень много людей со своим оборудованием. Поэтому с этого года прокат мы сделали с 12 часов и работает он у нас каждый день до 7 выдача. До 20.00 желательно лыжи сдать. Сразу могу сказать, трасса работает с 10.00 и до 10.00 вечера. После 10.00 вечера каждый вечер она готовится к следующему дню. То есть она ведется работы по подготовке трассы. Все желающие могут кататься на лыжной трассе бесплатно, а также безвозмездно пользоваться услугами проката, лыжной экипировки. Но в минувшие праздничные выходные из-за большого количества посетителей в пункте были часовые очереди. Конечно же разные отзывы сразу могу сказать. Те, кто наверное со своим оборудованием им больше нравится, потому что им не приходится стоять в прокате. Так как в прокате на сегодняшний день около 300 комплектов, а в день проходит больше тысячи людей. То есть мы как правило ждем, когда вернут комплект лыж и мы можем уже выдать его следующему. Поэтому иногда ожидание составляет больше часа. Но люди на сегодняшний день выбирают спорт, выбирают здоровый образ жизни и с удовольствием приходят на лыжню, несмотря на то, что у нас даже днем очереди. В рамках регионального проекта «Спорт. Норма жизни» администрация Владивостока не только обустроила саму трассу, но и сделала теплые раздевалки, где можно погреться и зарядить телефон. Также есть уютное кафе с горячим чаем и выпечкой. Все отлично, спасибо ребятам, которые это все придумали, обслуживают и поддерживают в хорошем состоянии. Хорошая лыжня, гурочка такая, поработать, потом с удовольствием спуститься. Уроки катания для новичков на новогодних каникулах проводили опытные инструкторы. Они показывали, как нужно стоять на лыжах, как правильно ходить и, что очень важно, как тормозить, чтобы избежать столкновения с другими спортсменами. На занятиях подробно объяснялись все нюансы, благодаря чему новички успешно делали первые шаги на лыжах. Очень большое количество желающих посмотреть на мастер-класс, послушать, как нужно кататься со спуска, правильно, безопасно, как нужно кататься в подъем на лыжах, как проходить трассу. А в последний день новогодних каникул состоялся рождественский забег, в котором смогли принять участие все желающие. Для детей дистанция была 600 метров, для взрослых – полтора километра. На финише все участники получили памятные медали. Напомним, что спортивный сезон на русской лыжне стартовал 24 декабря и продлится до весны. Олег Завьялов, Анна Дьякова, Новости на Восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok